и мы с вами тоже будем готовить девочки увидела интересный рецепт в тик токе как обычно вот мне показалось классно вкусно и просто значит нам нужен армянский лаваш сосиска яйцо сыр и я еще притащила помидорку хотел девушки в рецепте помидоры не было но думаю будет сочетание классное значит нам надо будет сейчас диаметр моей маленькой сковородочки вырезать лаваш ну сделаем вид что это идеальный круг но я думаю это не так принципиально в общем вырезали теперь давайте подготовим все ингредиенты взобьем яйцо порежем сосисочку натрем сыр и тоже тоненькими слайсами помидорки все ингредиенты готовы поэтому теперь включаем плиту надо конечно же немножечко прогреть сковородку и будем без масла наливать виде блинчиком наше яйцо ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так классно они ложатся и так круто растушевываются. Смотрите, это тени Faberlic. В прошлом влоге мы делали распаковку, но я вам не показала ни сводча, ничего. Поэтому в этом влоге давайте покажу. Очень понравились. Я вообще их заказывала, чтобы делать перемешку, такой микс с вот этими тенями Luxe Visage. Вы знаете, я очень люблю жидкие их тени. Это номер 6. Один из моих фаворитов. И иногда он, мне кажется, темноват. Хочется что-то полегче, помягче, понежнее. Думаю, возьму, буду перемешивать. Потому что у меня была единичка, тройка. И мне очень нравилось, как они смотрелись вместе. И тут я увидела вот эти тени. Но они самостоятельно так красиво смотрятся. Мне кажется, даже как хайлайтер будет неплохо. Давайте я вам покажу. Я тут вовсю сводчила. Сейчас я сотру все с руки. И покажу вам свежий сводч. Прям вот интересные. Кто себе их заказывал, рассказывайте, какие ваши любимые оттенки. На какие обратить внимание. Потому что их там очень-очень много. Так. Рука чистая. И смотрите, какой классный оттенок. Суперский, правда? И вот действительно так легко. И он вот прям растягивается, растягивается круто. Если хотите растушевать. Смотрите тоже, как здорово смотрятся. Мне прям безумно понравились. Вот. Так что, девочки, все они классные. У меня знаете, какой артикул? 57-83. А еще, девчонки, в этом влоге я хотела с вами поговорить на тему книг. Вы же знаете, я очень люблю в последнее время читать. Я залезла в интернет-магазин Читай-город. И увидела, что у них сейчас проходит очень крутая акция совместно с Алиэкспресс. Но продлится она только до 30 ноября. Поэтому я, конечно же, хочу вам о ней рассказать, чтобы вы тоже успели. Вы, наверное, знаете, что в Читай-город широкий ассортимент книг. Есть доставка по всей России. Также есть возможность оформить предзаказ на книги, которые вот-вот появятся. И еще вы можете заказать книги с автографом автора. Ну, а теперь, девчонки, самое интересное. Вместе с друзьями из Алиэкспресс интернет-магазин Читай-город решили вспомнить, какие необычные праздники и традиции есть в Азии. Мне кажется, девочки, это очень интересно. Вот, например, вы знали, что 11 ноября в Китае отмечают День одиноких сердец. И не случайно 11.11, ведь 4 единицы символизируют людей без пары. Но если вы, как и я, хотите пополнить свою коллекцию книг, то можно перейти напрямую на сайт Алиэкспресс и посмотреть, какие еще есть классные бонусы и акции от партнеров. Например, смотрите, Доминос Пицца, 3 любые средние пиццы под специальной цене за 1111 рублей. По промокоду Пицца 4 единицы. Так, давайте посмотрим, что есть еще. Ну, а те, кто любят ездить на такси, промокод 4 единицы на 500 премиальных рублей, которые можно активировать в приложении Максим. Ну и, конечно, Читай-город. По промокоду 111122 скидка 22% на все книги в интернет-магазин Читай-город. Давайте я сразу же и воспользуюсь. Выбрала я вот такую, на мой взгляд, интересную книгу «Кризис комфорта». Так, вставляем промокод, активировать. И смотрите, цена приятно изменилась. Теперь можно смело оформлять заказ. И, девчонки, еще раз хочу напомнить, что все акции и скидки длятся только до 30 ноября. Поэтому я вам обязательно оставлю ссылочку в описании. Переходите и тоже успевайте воспользоваться такими классными предложениями. Мы сейчас, знаете, что будем с Марселем делать? Мы будем наводить порядок у меня в комоде. Потому что я уже не знаю, где мои вещи зимние, где летние. Ты хочешь выйти, пока Марсельчик на туалетном столике наводит красоту? Вот он наш комод, в котором мы сегодня будем с вами разбираться. Он у меня шел в комплекте с вот этим вот шкафом. Кстати, по поводу девочки картины. Писали то, что, Лиль, может тебе заменить на более современную, красивую. Мне нравится эта картина. И я же ее делала сама, девчонки. Это же картина из страз. Каждую стразинку я приклеивала. Это было, конечно, на протяжении, наверное, больше, чем недели. Поэтому я эту картину очень люблю. Она красивая, сделана моими руками. И менять я ее тоже не хочу. Единственное, что я хочу здесь поменять, это шторы. Потому что эти убитые, вы видели, хотя они такие красивые. И у меня спрашивают до сих пор, Лиль, где ты купила такие классные шторы? Они на Валберес, на Озон не продаются. Я покупала в магазине тканей. Причем вместе с вами. Я бы сейчас тоже поехала купила, но посветлее. Давайте съездим с вами на днях. В Адлере этот магазин сгорел. Не знаю, может они уже восстановили все. Поехали бы купили. На Озон, но там, смотрите, не готовые продаются. То есть надо будет подшивать, эту ленту пришивать. На Озон я видела интересные как бархатные шторы. Но они идут, допустим, вот эта часть розовая. Здесь посветлей. Есть вот эта часть серая, эта фиолетовая. Думаю, ну, наверное, с моим диваном смотрелось бы круто. По поводу этого пледа тоже меня часто спрашивают. Девочки, мы его заказывали очень-очень давно. Это было сотрудничество. По-моему, магазин Т-Декор. Если я не ошибаюсь. Сейчас его, скорее всего, нет, но он обалденный. Это такой, знаете, хлопок классного качества. Реально очень довольна. Я его еще заказывала, когда мы сюда даже не переехали. Поэтому, к сожалению, я с вами ссылкой не могу поделиться. Хотя сама бы заказала еще один такой. На Васильке я заказала. Со снежинками. И такую вот полосочку. Тоже примерим, посмотрим. Хочется... Слушайте, эти строители. Как они задолбали. Сейчас я вам покажу. Они же строят еще один ряд. Да. Вот видите, первый ряд готов. Сейчас они строят второй ряд ближе к нам. И еще один будет третий ряд ближе к нам. Все вот это вот закроется. Ну, жалко. Но с другой стороны, конечно, лес остается. Не знаю, будут ли они строить красивую набережную или нет. Порывались. Было бы классно. Ну, посмотрим. В общем, вот эта вот стройка, видите, вон, работают, не покладая силы рук. И вот этот вот грохот постоянный. Замучили. Так, ладно. Возвращаемся. Ты уже здесь? Ты уже здесь? Вот второй плед я заказала сюда. Потому что что-то мне не нравится, да? Как-то вот ярко, что ли, это слишком. Тут такой розовенький плед. А здесь хочу вот этот молочный в полосочку. И будет, мне кажется, более гармонично. И розовую наволочку. Ну, что это? Посмотрите, что творит. Хулиган. Хулигашка. Бесовестный мальчик. Упал? Ну, так тебе и надо. Вот. И розовую подушечку. То есть будет белый плед с розовой подушечкой. Перекликается с этим. И, думаю, будет нормально. Ладно. Возвращаемся. Значит, смотрите. Здесь у меня одежда. В которой нам надо сейчас навести порядок. Я все шортиками уберу вниз. А все со штанишками уберу наверх. И мне так будет удобней. Наверху, я вам сказала, здесь новое нижнее белье. Какие-то там салфеточки, носочки новые. Ну, вот да. Тебя здесь не хватало, чтобы у меня дно провалилось. Вот. И вот здесь. Здесь у меня прям тепло. Вот это вот новенькое. Это от какого-то комплекта. Насчет вот этого не знаю. Может быть, его вообще уже выбросить. Ну, хотя он нормальный еще. В общем, девочки, сейчас все разберем. Давайте. А внизу вот игрушки. Игрушки. Мой эпилятор. На днях я думала, все, ему кранты. А я же делаю эпиляцию рук, ног. Мне нравится. И он перестал работать. Хорошо, мне подружка говорит. Ты его, короче, прокрути насильно. И дважды на зарядку. Заработал. Что ты там нашел? Здесь у нас вот батарейки, всякие свечки у меня. Все, выходи. Давай будем порядок наводить. На вот эту игрушку. На. Забираешь? Козяйца Глории. А где мой мышь? На. Давай, иди сюда. Все. Марсель занят. Встретите. Его вообще ничего не смущает. Ни колпак. Ничего на свете. Уже там заживает. Слава богу. Сегодня у нас девочки. Так. Значит, сегодня. Сейчас посчитаю. Во вторник делали. Сегодня суббота. Пять дней. Да? Правильно я посчитала? Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Пять дней. Вот. В принципе, скоро уже можно снимать. Хватит. Хватит. Он, походу, сейчас тут уляжется спать. Слушайте, помощники, это, конечно, хорошо. Но когда они вот такие, шляпкие помощники. Марсель. Ну-ка, не наглей, сыночек. Так, здесь у меня, смотрите, остаются сорочки, да, ночные. Я их не буду трогать. Здесь у меня новые костюмы, тоже трогать не буду. Тут у меня вот этот вот шелковый костюмчик. И им тоже какие-то вещи, тоже какие-то вещи. Их трогать не буду. То есть мне нужно сейчас достать теплые вещи, Марсель. Новый костюмчик, Василек. Я себе заказала такой лавандовый. Очень удобный. Сейчас, кстати, на мне тоже костюм Василек. Эти шортики здесь. Супер теплый костюм, тоже достану. Этот теплый костюм. Это летнее. Тоже новые летние костюмы. Вот что с ним делать, девочки? Что с ним делать? Вот с этим вот лапулькой. Вот с этим вот сладким пирожком рыжим. Вот с этим пирожком, которого ничего никогда не смущает. Все. Ну, Марсель, ну ты же не мешаешь. Я бы сейчас быстренько все сделала. Так, загружаем сюда. Этот комплектик сюда. От этого сюда. Вот этих у меня два. Они мне очень понравились. Я вам тоже про них говорила. Ну, мы с тобой молодцы, да? Видели, какой у меня помощник? Теперь все отлично. Я не буду путаться. Все аккуратненько лежит у нас. Здесь у нас летние вещи. Кстати, нашла свой спортивный топ, девочки. Такая хорошая тут подтяжка груди. Поддержка, подтяжка, господи. Поддержка груди классная. Я сейчас начала заниматься, да. На велотренажере потихонечку приучаю себя кататься. И эта вещь, конечно, очень-очень нужна. Ты опять здесь? Ну, Марсель, у меня скоро дно не выдержит, сын. Синек мой косачий. Скоро дно не выдержит у меня. Вот. А еще, видите, что творит. Я люблю на всякие вот такие открытки. Это мне присылали ароматизаторы для дома. Помните? Классные, кстати. Я люблю на них прыскать духи и в шкаф. Получается очень круто. Вещи потом так приятно пахнут. Такой вот у меня лайфхак, девчонки. Слушайте, достали Дарсон Валь. Потому что волосы у меня и у мамы очень сильно начали сыпаться. Видимо, это осень пришла. Я не знаю, что это вкусно пахнет. Это вот педи пари. Флер наркотик. Вот. Так что будем сейчас опять проходить курс. Обзорчик я вам на него делала. Будем приводить волосы в порядок. А то ужас какой-то. Так, это нужно собрать. Марсюша думала, надо обработать. А ветеринар сказала, ничего не надо обрабатывать. Само заживет. Мы молодцы. Всем доброе и прекрасное утро. Это уже следующий день. Погода сегодня радует. Если я проснулась вчера и было прям темно, как вечером, то сегодня, посмотри, какая классная погода. Мне очень нравится. Поэтому можем сходить сегодня даже с вами на море. Мои уже уехали. Гуляют, кайфуют. Смотрите. Новые бутончики. Скоро зацветят. В общем, девочки, всем доброе утро. Идем с завтрака. У меня сегодня будут блины. Я их вчера нажарила, девчонки. Они идут на сыворотке с сыром и укропом. Короче, купила молоко. Не посмотрела, что это не тетропак. Оставила на балконе. И, конечно же, все прокисло. Но зато теперь дома творог и сыворотка. Блинчики впервые готовлю на сыворотке. Но видите, они толстоваты. Ну ничего, зато тоже вкусно. Хочу сегодня с рыбкой. Кстати, не показала же вам еще. Мы повесили телек. Кронштейн приехал. И все супер. Глория, ты довольна? Видите, у меня здесь пуфик стоит у батареи. Она по вечерам со мной сидит и греется. Малышка. Кс-кс-кс. Ты довольна? Да. Вот всегда, когда я остаюсь с однодомом, у меня какой-то девчонки с синдромом золушки. Мне нужно все перестирать. Мне хочется все перемыть. Все перетереть. Что-то приготовить. Не знаю, включить музыку. И с кайфом заняться домашними делами. Вы видели, да, какая хорошая погода? Лиль, ну пойди погуляй. Нет, я буду заниматься сегодня уборкой. Итак, загружаю белье в стирку. Отдельно цветное. Потом пойдет у меня темное. И полотенце сегодня тоже мне нужно простирнуть. Сейчас, кстати, покажу, какие средства я заливаю. Это, конечно же, Фаберли. Очень мне нравится, как они работают. Поэтому вообще к ним никаких претензий. Ставлю на 40 градусов. Все, у меня там хлопок. И стирка понеслась. Залила в машинку, но не показала. Давайте исправлюсь. Значит, это у нас гель для стирки Фаберлик. Их кондиционер Мелодия Солнца. Что-то вот мне по запаху вот этот вот не совсем понравился. Больше люблю кашемир и пион. Ну и, конечно же, пятновый водитель. Без него никуда. До этого я вот пятна замачивала сейчас вот таким пятновым водителем жидким. Знаете, вот наносишь пока еще сухие вещи на пятно. И оно начинает прям шипеть. Магия какая-то. И потом горячую воду. И, конечно же, от пятна не остается и следа. Так что я довольна. Пойдемте запустим пылесос. А кто это такой красивый лежит на окошке? Любимое его место. Как вы видите, я уже сняла с него воротник. Сегодня у нас шестой день, девочки. Поэтому хватит. В интернете почитала 5-7 дней. Достаточно. На улице очень тепло. Посмотрите, люди в шортах ходят. 21 градус. Травка и зеленые птички поют. Огромное количество божьих коровок. Сегодня еще ни одна не прилетела. Но вообще погода кайф, конечно же. Выключила все отопление. Балдею, когда он так вот лапки складывает. Эй, ты эстет красавчик. Хорошенький, хорошенький мальчик. Везде уже намылся. Довольный. Что, прилетело? Да, вот видите? Сейчас вот так. Вон, божья коровка. А ты ее все равно не достанешь. Там же сетка. В общем, ладно, девочки. Вот видите, люди в шортиках ходят. Короче, пойдемте мыть пол. Умничка. Теперь моя очередь намыть полы. Добавлю вот это средство. Фаберлик Дом. Это цветущая липа. Знаете, за что люблю? За то, что вообще не остается разводов. Вот серьезно. Я не могу мыть в одном направлении, если просто водой даже остаются следы. А с этим средством нет. Прям вот так. Оп. Все. Добавил субтитры сделал DimaTorzok